МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами снова программа «Язык духовной стержень народа», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. И у нас в студии сегодня гость Давлит Кирео Атаович Кусаинов, руководитель областного управления культуры, архивов и документаций. Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы замечательная. Это Дина Нурпиисова. Ей мы посвятим этот выпуск. Дина Нурпиисова – уникальное явление в казахской музыкальной культуре. Она пережила важные события, менявшие ход истории во всем мире. Всю жизнь Дина Нурпиисова совершенствовала свою игру, достигнув мастерства, которое позволяет говорить о ее непревзойденной добровой технике. Сочинения Дины стали классикой музыки. Она всегда слушала свое сердце, чутко отзываясь на все происходящее. Этот образец непревзойденного таланта, мудрой женщины, дочери казахского народа. Ее все и любят, и уважают, и стар и млад. Все помнят Дину Нурпиисову. Вот скажите, насколько вам дорого Дина и ее произведения? Дина Нурпиисова, если говорит о ней как славной дочери казахского народа, она явление самой природы. Дина Нурпиисова родилась в 1861 году на территории нынешнего Джангалинского района. С малых лет она брала в руки дамбру, и так судьба распорядилась, чтобы, когда ей было 9 лет, она встречалась с великим композитором Курмангаза. Вот эта встреча сыграла свою роль, историческую роль. До 19 лет она была вместе с Курмангаза. Курмангаза считал ее своим учеником. Дина, если брать феномен Дины Нурпиисовой на фоне мировой музыки, то прямо так скажем, мировой музыки аналоги нет. Ну, вот говорят, Вена. Даже некоторые говорят, вот Абышки Келбай выразил, что это наша область вена казахской музыки. Правильно? Почему он так говорил, что наша область, она является столицей веной казахской музыки, потому что здесь родились плеяды музыкантов. Начиная с Курмангаза, Девлеткерей, Ситек, Мямин, Туркиш, Алики. Их не перечисли, их очень много. Но среди них женщин одна, это Дина Нурпиисова. Потом после Дины и появляются, и некоторые женщины появляются до Дины, но у них остались только один, одно и два произведения. Это Алтнай, это Айжанглз, это Нахшапай. Но среди них все равно выделяется Дина. Дина, если брать русских народных композиторов, в середине нет таких женщин. Если брать мировую музыку, посмотреть на фоне мировой музыки, мировой классической музыки, нет женщин. Нет аналогов Дине Нурпиисовой. Дина Нурпиисова, она, обучаясь у великого Курмангаза, создала свою школу. Свою школу. Школу импровизаторства, школу мастерства. Недаром же при жизни ее назвали джамбулом дамбры. Дина была общественным деятелем. Она не просто дамбристка, не просто музыкант, она не просто созерцала за явлениями природы или же любовалась красотой нашей жизни. Она активно участвовала своим произведениям. Когда началась Великая Отечественная война, в первый же день войны она сочинила свои великие произведения. Икки, она выиграла на козматери. Был же зов «Родина, мать зовет». Вот Дина звала. Это был зов Дины. Это был класс Дины. Он через свой Икки направлял, мобилизовал свой народ. Когда наступила победа, когда завоевала победу наша страна, она тут же отзывалась своим произведением. Женгс, победа. Да, многие хотели. Нарисовали картину, сочиняли музыку, писали книги разные на эту тему. И до сих пор, наверное, пишут. Но среди музыкальных произведений казахской традиционной музыки, кроме произведений Дины, не осталось ни одного произведения. Произведения Дины «Женест» до сих пор исполняются в исполнении оркестра. Отдельные домбристы и солисты до сих пор в репертуаре хранят эту жемчужину. Наверное, нужно еще помнить то время, когда она жила. Это было сложное время. Положение женщины было, скажем так, невысоким. А она мало того, что поднялась высоко морально, духовно, еще была единственной женщиной-композитором. Как вы считаете, это мужество, храбрость надо было и такой талант иметь, как у Дины? Это все в одной женщине. Это все в одной женщине. 18-19 лет ей выделили замуж. Вы представьте себе, в то время, 13-14 лет, и девушек выдают уже замуж. Мальчик уже женит, правильно? Он что, вот ауесия. Она же 19 лет, она же взрослая девушка, правильно? И ходить с мужиком, играть на дамбре, 9 лет постоянно ходить. Надо же иметь характер. Характер надо иметь. Она же была волевая женщина. Волевая. До прихода в Алматы у нее были очень трудности. Муж умерла. Сейчас мы считаем по исследовательским работам музыковедов. И у нее погибло сыновей. Сыновья погибли. Вот, кстати, по поводу Дина Нурписова и знает ли ее нынешняя молодежь, мы сделали опрос населения. И давайте посмотрим, что они говорят. Давайте обратим внимание на экран. Вы знаете, кто такая Дина Нурписова? Наверное, депутат какая-то. Не могу сказать. Вы, наверное, голосовали за нее? Не могу сказать. Знаю, Дина Нурписова, знаменитый композитор. Она пишет песни, сюжеты, баллады пишет. Вы знаете, кто такая Дина Нурписова? Певец. Вы знаете, кто такая Дина Нурписова? Не знаю. Дина Нурписова кто? Вы знаете? Дина Нурписова. Танчеладзе. Добрый. Да, слышал, смотрел по новостям. Концерты видел. Некоторые, некоторые, очень понравилось. Ну, как бы сказать, певицы. Певицы очень талантливые. Песни душевные такие. Вы знаете, кто такая Дина Нурписова? Да. Домбраши? Ну, знаем. Как я о ней так много-то не слышала. А в школе читали. Так знаем. Вы знаете, кто такая Дина Нурписова? Нет, не знаю. Ахмед Жубанов, слышали про него? Даже нет. Депутаты. Даблюд Кириятович, вот вы слышали мнение населения. Кто-то говорит, что знает Дину, кто-то называет даже ее депутатом, певицей. Как вы считаете, это обидно не знать такого великого человека все-таки? Это обидно, конечно, до глубины души. Да. Это очень досадно мне, чтобы ее не знают. Этой легендарной женщиной, славной женщиной, великие женщины не знают, когда. Конечно, бывает досадно. Но, с другой стороны, наводит на мысль, что пропагандировать надо больше, популяризировать надо ее произведения. Порой мы даже редко же исполняем ее произведения. Это две причины. Первая причина по технической сложности. Произведение Дины Нурписова, оно самобытностью, отличается самобытностью. Играть каждый второй дамбрист, играть какие-то дамбристы, конечно, очень тяжело. Не сразу удается. Может, и даже не удается кому-то. Это первая причина. Вторая причина, надо говорить о ней, наверное, много. Провести классных часов, встречи с молодыми, подрастающими поколениями. На эту мысль меня наводит. Наверное, кое-где, в каком-то плане мы, наверное, упускаем или уступаем. Конечно, вот и программа эта создана для того, чтобы пропагандировать, популяризировать и народную музыку, и произведения Дины Нурписовой. И то, что у нас были такие люди, которыми нужно гордиться. Но, к сожалению, не все знают, особенно молодежь. Но я думаю, мы будем работать совместно в этом направлении и пропагандировать. Ну, Дина, конечно, судьба сложная, особенно женская. Она была замужем, потеряла детей, как вы сказали, у нее всю, мне кажется, глубину души, вот как я прослушала ее произведения, она выразила в музыке все свои переживания, вот ту эпоху, свои личные и общественные, в том числе и те события, которые происходили в Казахстане, она все отразила в своих произведениях. И в преклонном уже возрасте она приняла участие на конкурсе народных талантов, поскольку вот в 76 лет первое место завоевала. Как вы считаете, она все-таки была человеком с большим стержнем, с таким мужеством и характером, вот как вы сказали, чтобы достичь всего этого, пережить столько личных и жизненных драматических событий, чтобы в итоге подняться на такую вершину? Знаете, когда говорим мы о Дине Нурпиисве и Джамбуле, многие ошибаются. Чтобы они продукты советского периода, они продукты советской идеологии, якобы для них готовили, дописали другие люди. Вот такие необоснованные высказывания, к сожалению, до сих пор идут. За Джамбула, наверное, можно было бы и писать, если честно, правильно. А за Дину кто может играть на Дембре? Так надо же признать, признать, что она талант. Это одаренный человек, это человек от Бога. Надо же признать, Дина, Дина же умерла в 1955 году, было телевидение, была запись, была граммопластинка. Дину можно и по интернету, и сейчас можно найти, где она сидит и играет. Граммопластинка и сейчас можно слушать. Так почему же мы не признаем ее талант? Талант. Если бы она создавала все произведения, вот была война, начало, сразу же наказ матери, была победа, сразу же День Победы. Нет, у Дини же и другие произведения. Есть такой великолепный, красавица просто, изящный. Асем Гонгру. Асем, это изящность, само слово Асем, это изящность. Вы послушайте Кьюи Асем Гонгру, она же до сих пор жива. Вот слушаешь вот это Кьюи Асем Гонгру, окунуешься в мир красоты. Мир красоты, она посвящена молодежи. И нынешнюю молодежи она посвящена. 25 лет нашей независимости. Есть же молодежь нового, независимого Казахстана. Этот Кьюи посвящен им. Они могут послушать, они Асем, Асем Гонгру, они Асем Гонгрлар, нашей независимой страны. Так музыка, она же вечно жива. И также тема, которую затронула Дина в музыкальных произведениях, вечно, она вечная. Это человечество, дорогой, и человечество страны. Есть памятники, как Карагаскад. Вот подарили ей коня молодости. Она вспомнила, вот когда она была уже старая, составилась когда, вспомнила про этот Карагаскад. Она сочинила такую музыку. Это же не про лошадь, это Кьюи. По названию не ждешь говорить, это Кьюи про лошади. Это про детство. Это ностальгия по детству. Она вспоминает свою молодость, юность. Когда она была молодая, посвятила Кьюи Харагаскад. Когда в домбрести исполнители исполняет, это Кьюи, вадущий, являющийся, то у тебя тоже будет ностальгия. Думаешь о своем детстве, о прошлом, о таких моментах, как тебе дорог в этой жизни. Она будет жить, пока есть человек жив. Когда есть душа человека, эта музыка, она вечно живет. Ее произведения, этими вечные они, День энергописио, ее надо признать, она талант, одаренный человек. Вот у нее как раз кроме таланта, наверное, и был и дар. Она видела далеко в будущее. Вот те же ее произведения, они применимы и сейчас, не устаревают. Звучат до сих пор. Я думаю, еще, дай бог, через 50-100 лет они еще будут актуальными, не устареют. Да, пока есть человек, есть человеческая душа, и ее музыка вечно жива. То есть молодежи нужно только слушать, воспринимать ее? Вот. Слушать, это да, это, наверное, проблема. Это уже проблема. Наверное, надо привлекать молодежи, чтобы они слушали классическую музыку. Вообще, вообще классическую музыку. Может, потому что они еще и не слышали ее, они не поняли, что это такое. Если бы они знали, как это прекрасно, они бы слушали непременно и Дину Нурписову, и классику всю. Да вы правы. Просто не соприкасались еще, может быть. Да вы правы. Порой бывает так. Мы же обвиняем или же упрекаем молодежи, что они не слушают классическую музыку. Но мы, наверное, не даем такие возможности. Не говорим, наверное. Это надо говорить каждому доме. У себя дома надо говорить. Чтобы он с колыбели слышал имя Дину Нурписову, с колыбели, она услышала музыку Дину Нурписову. Да, это, наверное, наша задача. Задача наших взрослых. Правильно же говорят, что в семье все впитывается с пеленок. Если он будет с детства слушать песню, воспринимать всю эту музыку, и Дину Нурписову, и Хормангазов, он будет знать в будущем, уже своим детям будет передавать. Как вы считаете, это в семье заложено? Музыкальное воспитание именно? Так и передавались же. А иначе как? Когда не было, не были нотной письменности, когда не было вот это оргтехники, телевидение, интернет, даже граммпластинок. Не у каждого дома были же. Это же, мы же помним вот в своей молодости. Как передавались? Передавались через Дастархан. Дастархан, вот гость приглашает, гости берут тамбру, играют. Когда гости приходят, мы же в то время не выгоняли детей в другую комнату. Вот сейчас мы будем распивать здесь что-то. Нет, сидите, слушайте. Для чего приглашают гостей? Для того, чтобы они говорили за этим Дастарханом. И младшие члены семьи слушали. Когда слушаешь гостей, когда гостей говорят за Дастарханом про один нюрпий свой, и играет иеки, рассказывает про хурмангаза, и играет иеки, ты с детства прививаешь в себя вот эту любовь к музыке. Потом этот Дастархан продолжает сейчас. Почему, говорит наш лидер государства Мянгалигель, Мянгалигель откуда начинается? Мянгалигель начинается с каждой семьи. Этот Дастархан накрыт. Он вечно накрыт. Он всегда. Дастархан у нас никогда не собирается, образно говоря. Дастархан всегда. А за Дастарханом должны вестись такие разговоры, чтобы маленькие дети слушали, слышали и услышали все это. Это наша главная задача. Если в каждой семье царит вот такая атмосфера, будет царить вот такая атмосфера, от каждой семьи создается наше общество. Уже общество будет говорить. Если это все общество говорит, оно донесет все это на века. На века. Глава государства не только говорит. Глава государства впервые на постсоветском пространстве впервые принял программу культурного наследия. Это Республика Казахстан, наша страна, это одно из первым приняло такую программу культурного наследия. Она была продлена еще на три года. По этой программе проделаны очень многие работы. Очень многие работы. В том числе по возобновлению старых записей. Кы. Тысячи казахских кы были изданы как альбом. Это огромное дело. И вот эта программа была на постсоветском пространстве. Впервые приняты концепции по развитию культурной политики Республики Казахстан. И в этой концепции указано, что мы должны беречь и хранить не только декларативно, но и подкреплено это законодательными документами. Многие делаются у нас. Многие делаются. Да, он принимает меры, конечно. Когда-то даст свои результаты тоже. Мы верим, что это обязательно будут хорошие, большие результаты. Потому что на то и создаются вот эти программы, чтобы сохранять, развивать и передавать культуру дальше. Естественно. Огромное культурное наследие, я думаю, у нас следует только проявить желание, ознакомиться с ним и нести его дальше в массы. Рассказывать всем. Бабалар Созе, Назвитание предков, только Назвитание предков, это 100 томов книг выпущенных у нас в библиотеке. Это огромное кладо, огромное богатство. И до сих пор издаются по серии культурной программы, серии книг издаются. Это, знаете, даже моему поколению эти книги не снились даже. Мы даже не знали, что существует такое несметное богатство. Это сколько изучать его надо, огромное пласть. Да, в первую очередь надо преподнести, чтобы читальки могли ознакомиться. Потом уже последовать за этим ученые уже. Ученые уже обстоятельно будут изучать, появляются уже монографии, исследовательские работы. Так что наши ждут светлое будущее. Ну и, конечно же, таких, как Дина Нурпьесова, Курмалгаза, их надо изучать, по-моему, изучать и познавать в первую очередь. Чтобы они не были ни утеряны, ни забыты. Если мы забудем про Дина Нурпьесовой, это перед историей нам непростительно. Нельзя забывать таких имен, как Дина Нурпьесова. Если мы не осознаем, что наш народ породила такую жемчужину, такую звезду, такой величины, этого мы будем не осознавать, как национальность, как казахский народ, у нас многое не будет хватать. Конечно. Это нельзя терять и забывать. Нет, нельзя. Ни в коем случае нельзя. Но я надеюсь, что наша программа поможет все-таки и восполнить пробел, и заинтересует молодежь тем, чтобы она изучала и произведения. Но я вас, в свою очередь, все-таки попрошу сыграть нам произведения, чтобы вы еще раз напомнили, как это прекрасно и слушать музыку, и ее воспринимать как наше богатое культурное наследие. Прошу вас. Я вам с удовольствием сыграю Ки-Единый Нурпийцевый «Женгс. Победа». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот на такой прекрасной ноте, я думаю, мы, к сожалению, завершаем нашу передачу. Я хотела поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в ней. Спасибо вам большое за то, что напомнили, как прекрасна музыка Дина Нурпийсовой, и классическая музыка в целом, и народная, и то, что мы не должны об этом забывать. Спасибо вам большое. А я напомню вам о том, что в нашей программе принимал участие Довлет Кирея Атаович Кусаинов, руководитель областного управления культуры, архивов и документации. А программа наша подготовлена при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова